В Казахстане на развитие моногородов ежегодно планируется выделять по 10 миллиардов тенге в течение ближайших трех лет. Деньги намерены направлять на реконструкцию инженерных коммуникаций и строительство новых сетей. В Кустанайской области к моногородам относятся Лисаковск, Рудный, Житийгора и Аркалык. В целях повышения качества жизни населения и дальнейшего развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов нам в январе текущего года была направлена бюджетная заявка на 2019 год в Министерство национальной экономики на выделение дополнительных средств из республиканского бюджета в сумме 2 миллиарда 926 тысяч тенге на реализацию 15 проектов по строительству и реконструкции инженерных и водопроводных сетей, газификации. Пока из этой суммы министерство одобрило выделение примерно 535 миллионов тенге на реконструкцию тепловых и магистральных сетей со второго микрорайона до третьего микрорайона в Лисаковске и ремонт улицы Володарского в Рудном. На развитие перспективных сел в течение также трех лет в стране планируется выделить 90 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на модернизацию социально-экономической инфраструктуры почти полторы тысяч перспективных сел. В Кустанайской области для участия в этой программе предварительно отобран 151 сельский населенный пункт с общей численностью населения свыше 273 тысяч человек. Исходя из того, что при этом наблюдаются большие диспропорции, мы направили свои предложения в министерство. К примеру, в Кустанайском районе предлагается 23 сельских населенных пункта, в том числе, например, взять поселок Октябрьский, село Казахстанец. У него есть так называемые отделения Малакановка, Нечаевка и другие. Они вошли в это число перспективных сел. А, к примеру, районы центра Карасуского района он не вошел. Но это предложение министерства, поэтому мы с ними и отрабатываем. Всего же в Кустанайской области насчитывается 548 сельских населенных пунктов, в которых проживает 45 процентов населения области. Глава региона рекомендует чиновникам делать ставку на села, которые имеют возможность самостоятельно работать с бюджетом и проводить госзакупки. По еще одному проекту, в рамках которого будут проведены капитальные средние текущие ремонты социальных объектов и дорог в селах, в Кустанайской области в этом году выделяется полтора миллиарда цинге. По словам чиновников, эта сумма будет разделена по району в зависимости от живущего количества в них жителей. Хамзан Рупеизов и Татьяна Калюжная, РТН.